Некоторые жители Запорожья, чье детство или юность пришлись на годы немецкой оккупации, после войны рассказывали о кортеже Гитлера, который проносился по очищенным от людей особо охраняемым улицам. А кое-кто даже узрел сквозь ряды отцепления и самого Гитлера, выходящего из машины у здания бывшей женской гимназии. К этим рассказам относились с недоверием, как одной из городских легенд. Но потом, уже в наши дни, рассекреченные архивные документы подтвердили, визит Гитлера к Манштейну в Запорожье действительно был. В феврале 1943 года Адольф Гитлер посещал штаб немецкой группы армии Юг, располагавшейся в Запорожье. Фюрер пробыл в городе два дня и покинул его спешно, под гулки и удары орудий. Советские танки стремительно прорывались и были всего лишь в пяти километрах от аэродрома, с которого улетал Гитлер. Почему же Гитлер оказался в Запорожье и какой была цель его визита? После победы под Сталинградом Красная армия развернула наступление на Донбасс и Харьков. В Ставке Верховного Главнокомандования уже строили планы захвата всех основных переправ через Днепр, у городов Днепропетровской Запорожья. Но немцы хотели реванша за сталинградскую катастрофу и готовились к нему. К середине февраля 1943 года группа армий Дон, остававшаяся под командованием Манштейна и оказавшаяся теперь вдали от Дона, была переименована в группа армий Юг. Она была усилена нацистской гвардией. Танковыми дивизиями СС Адольф Гитлер, Рейх Мертвая Голова, моторизованной дивизией Великая Германия, переброшенными из группы армий Центр. Штаб группы армий Юг располагался в Запорожье. Туда 17 или 18 февраля, по разным данным, 1943 года и прибыл на совещание с Манштейном Гитлер вместе с сопровождающими его лицами. Прилетели они, естественно, не из Берлина, а из полевой ставки немецкого верховного главнокомандования Вервольф. Этот мощный бункер был выстроен с ноября 1941 по мая 1942 года рабским трудом советских военнопленных. Он располагался в 8 километрах от Винницы, около поселка Стрижавка. От него до Запорожья было чуть более 500 километров лета на восток. Гитлера и сопровождающих его лиц разместили в помещениях бывших советских казарм авиационной военной части. В штабе фюрер провел с командующими серию совещаний, посвященных перегруппировке сил, формированию восточного вала и перспективам контрнаступления. По разным данным, 19 или 20 февраля все собравшиеся высокопоставленные лица получили несколько тревожных донесений, а потом и сами отчетливо услышали в отдалении канонаду. Это били орудия советских танков, направлявшихся к Запорожью. Некоторые представители генералитета предлагали не обращать внимания на призрачную угрозу дальнего прорыва противника и продолжать совещание. Они указывали на то, что поспешный отъезд фюрера из штаба под аккомпанемент советских орудий может произвести скверное впечатление. Но разве данные настаивали, танки противника приближаются, рисковать нельзя. Гитлер под благовидным предлогом, дескать, нужно теперь срочно встретиться с Гудерианом, поспешно завершил свою деятельность в штабе и выехал на аэродром. Там орудийная перестрелка была слышна намного громче. Это неудивительно. По сведениям бывшего генерал-полковника вермахта Курта Цицлера, советские танки удалось остановить всего в пяти километрах от аэродрома, где в тот момент находился Гитлер. Им преградил путь бронепоезд с зенитными установками и другими артиллерийскими орудиями. Одновременно с аэродрома поднялись самолеты прикрытия. Русские танки дальше уже не прорвались, а Гитлер на личном самолете с эскортом истребителей вылетел в Винницу. Как танки Красной Армии попали в район Запорожья. Дело в том, что командующий Юго-Западным фронтом генерал Ватутин принял перегруппировку войск Манштейна за стремление быстро отойти за Днепр. Он отправил в прорыв 25-й танковый корпус генерал-майора Павлова. Танки генерала Павлова глубоко вклинились в территорию, занятую вермахтом, и дошли до северо-восточной окраины Запорожья в районе аэродрома Мокрая. Чем и напугали Гитлера и немецкий генералитет. Так далеко в тыл врага за весь период 1942-1943 годы не заходила ни одна танковая или стрелковая часть Красной Армии. Но владеть аэродромом советским танкистам не удалось. Да они и не знали, конечно, что за птицы там находятся. Друзья, в связи с рисками блокировки YouTube на территории России, просьба подписаться на наш канал в Яндекс.Дзен. Ссылка будет в описании. Спасибо, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok